Ропотливый никакому делу не годен и не имеет расположения. Он ленив и всегда имеет на готове предлог к отговорке от дела. И других развращает он, говоря, и на что это, и то к чему, и вот всем никакой нет пользы. Ленивый, когда зовут его на псалмопение, раздражается. Когда будет на бдение, отговаривается болью живота и головы. Если делают ему увещание, он говорит «себя учи», если учат чему, кричит «сам знаю». Человеку, который в силах работать, нехорошо есть чужой хлеб в праздности, когда апостол говорит «без стужения себе соблюдох и соблюду». Ропотливый монах терпит большой вред. Кто же все переносит мужественно, тот наследует радость. «Если найдет на тебя дух уныни, не оставляй своего дома, но противостань сему духу с терпением, да не убедит тебя помысел, внушающий перейти с места на место, ибо если склонишься на сей помысел, то никогда не будет у тебя терпения. Не говори, монах, здесь брань и теснота, а там, в таком-то месте, покойная и беспечальная жизнь, загадывая перейти туда. Ибо знаешь ли, кто ведет с нами брань? Не враг ли наш дьявол? А он обходит всю поднебесную. Так как куда бы ты ни пошел, и везде будешь в поднебесии, то везде будешь доступен дьяволу. Почему лучше, оставаясь на месте, противостать дьяволу, и он бежит от тебя, и, напротив, приблишься к Богу, и он приближится к тебе? Ленивый монах представляет предлог и говорит, сегодня здесь жил, а завтра пойду в другое место. Для чего же мне трудиться? Много предлогов собирает себе ленивый монах, и сонливый впадет в беды. Кто постоянно переходит из одной кельи в другую, тот приобретает суетные помыслы. Кто же пребывает в одном месте, тот более безмолвствует. Бродящий монах не неуязвим, если не будет трезвиться, а пребывающий на том месте, как призван, скорее найдет покой. Приятно тебе праздность, но горько конец ее. Изнемогаешь работая, но возвеселишься впоследствии. Монах ленивый и самолюбивый, саможелетельный, как скоро увидел работу прячется, а за ужином ставит себя в числе первых. Памятование о смерти и наказаниях есть меч против беса уныния. Из тяжких тяжкая ига уныния, особенно если имеет оно с поборницей неверие, ибо плоды его, исполненные смертоносного яда. Оставил ты монах келью и ходишь по миру, ужели не боишься беззакония и пререкания в ограде. Кто ленивее того жаждущего, который сидит близ источника и не протянет рук, чтобы, взяв воду, утолить жажду, и кто нерадивее человека, который владеет книгою и нерадит от чтений. Потрудись с тем, кому желательно выучиться грамоте, чтобы, читая о чудных делах Божьих, благословлял он чудное имя, и Бог будет твоим мздовоздаятелем. На монаха в унынии нападает нерадение, а когда есть у него терпение, нападает высокоумие. Но кто действительно любит Господа, тот отклоняет то и другое. Ленивый монах во многом потерпит утрату, а трезвенный не пренебрежет ни одним часом. Не люби переходить с места на место, но лучше терпением извлекай пользу из неудобств, встречаемых на месте твоего жительства. Скажи мне, после того, как мы с тобой обойдем целый мир, не Келия ли ожидает нас, если захотим спастись? А если и в общежитии оставаться нет у нас терпения, и в уединении не находим себе безмолвия, то где же, наконец, будет нам приют? Это походит на то, как, если сказать, «И теплоты солнечной переносить не могу, и тень для меня несносна». Боюсь, чтобы не укрыла нас, наконец, онная пища. Будем тверды и усердием, потому что слабо сердце противно добродетели. Не станем молодушествовать, если случится с нами небольшое уныние, но будем сами себя преневоливать, подобно доброму путнику. Путник, когда случится ему ослабеть на пути, не отказывается от цели дальнейшего путешествия, но утешает себя словами. Еще немного и дойдешь до ночлега, и отдохнешь. И Господь, видя, как мы принуждаем себя, подаст нам силу и облегчит затруднения. Для пропитания себя будем работать в уповании на Бога. Не скорби о труде. Многие, ничего не делая, тяготились самую беззаботностью. Учись работать, чтобы не учиться просить милостыню. Не будь небрежен к работе. Господь близ. Не будем унывать, сидя в келье, припоминая себе, что святые мученики после многих истязаний заключаемы были в железные узы. Посему не будем бегать неудобств кельи, не станем скучать за работой, помня, что многие святых ради Господа посылаемы были в рудокопни. Если бы мы жили в те времена, то неужели бы изменили жизни своей по причине мучений? Уже ли по причине крайне тесных обстоятельств отреклись бы от веры своей? Держись того места, на котором живешь, сопротивляясь ленности, ибо не перемены и не расстояние места, но только внимательность ума можешь укоротить страсти. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию сотворше сподобиться обетований. Предающийся унынию далек от терпения, как больной от здоровья. Добродетель познается не в унынии, но в терпении. Терпение же обновляется и укрепляется, когда ум занят созерцанием и божественным поучением. Сим уточняемый ум приобретает силы, как тело от питания здоровыми снегами. Если же ум отступит от всей благодати и от сего достоинства, то действительно сделается бедным и немощным. Поэтому, свергнув в себя пристрастие к вещественному, упражняй ум свой в воном божественном делании. И не будет у тебя потребности переносить тело с места на место и изнурять оные странствованиями без благословных причин. Ибо Царствие Божие внутрь нас есть. Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение божественных писаний и неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь. Ибо это начало злоумия, которым болевшие пожали плод смерти. Блажен, кто ежечасно возделывает в себе прекрасные и добрые мысли и надежды победил лукавую страсть уныния, с которую борются подвижники Господни. Блажен, кто в деле Господнем стал подобен мужественному воину, возбуждает ленивых и ободряет малодушных на пути Господнем. Блажен, кого не низложила, как не мужественного страсть уныния, но взял Он совершенное терпение, за которое все святые получили венцы. Когда дух уныния беспокоит тебя, не увлекайся помыслами его, но пребывай на том же месте, на котором поставил тебя Бог, рассуждая в себе. Какую любовь имел ты к Богу, когда вначале пришел к монастырским дверям? Ту же любовь будем иметь и до конца, терпя Господа подобно борцу, который с терпением побеждает наносящего ему удары, ибо, претерпевый до конца, то и спасен будет. Одному брату пред бдением внушал помыслу, сегодня дай себе отдых, и не вставай на бдение, но он отвечал помыслу, кто знает, завтра, может быть, не встанешь, потому надо встать сегодня. И за работой тоже внушал ему помысл, дай себе отдых сегодня, а завтра поработай. Он же опять отвечал, нет, сегодня поработаю, а завтрашнем дне попечаться Господь. Если будет тревожить тебя уныне, не упадай духом, но помолись Господу, да даст тебе терпение. По молитве же сядь, и, собрав помыслы свои, утешай псаломски душу свою, вскую прискорбнуйся, душе моя, и вскую смущайшими. Уповай на Господа, яку исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой. Скажи также, чего расслабла ты душа моя? Не всегда ведь жить нам в мире всем. Послушай, что говорит псаломник, присельник ас есмь на земли, и пришлец, яку же все отцы мои. Приселимся и мы с тобой, когда угодно сия будет Богу. Жизнь праведных начинается по кончине их. Почему и пророк, вожделевая будущей жизнь, говорит, им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к тебе, Боже, когда приду, и явлюсь лицу твоему. Святые настоящую жизнь почитали темницей. Почему один из них с радостью взывал «Ныне отпускаешь раба твоего владыка», а другой заявлял, что желание имеет «Разрешитесь и со Христом бытьи». Когда настанет утро, брат встает и, сотворив молитву, принимается за рукоделие. Тогда ненавистник добра демон влагает в него помысел уныния. Если брат, при нашедшем на него унынии, продолжает работать и трудиться, то при содействии благодати отгоняет тогда от себя уныние. Если же брат, когда найдет на него уныние, не отражает его от себя терпением, то бывает побежденным и отдается им в плен. Дав волю помыслу, начинает он говорить сам в себе «Сегодня чувствую себя как бы расстроенным и недомогаю. Дам себе ныне отдых, а наутро сделаю за два дня». Так брат этот в первый день ничего не делает, мечтая наутро вознаградить и опущение. Наутро же ненавистник добра демон напускает на него еще сильнейшее уныние, нежели вчерашний день. Тогда уже отдаливаемый помыслами брат встает и оставляет рукоделие. И или совсем не занимается им, или занимается кое-как, как не делом. Или враг выводит его из кельи и делает праздно шатающимся. Что бы ты ни делал, если враг во время дела наводит на тебя уныние, в противодействии ему, супостату, укажи на какое-либо ремесло подобное, прибавляя, видишь, как трудится ради временного. Чего же ради не хочешь ты трудиться ради вечного? И что бы ты ни производил делом, имей свидетелем совесть свою, что совершаемое тобой делается по Богу и спасешься от уныния. Итак, в один из тех дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какой властью ты это делаешь или кто дал тебе власть сию? Он же сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, если скажем с небес, то скажем, почему вы не поверили ему? Если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какой властью это дело. Как мы с вами помним, в прошлый раз мы с вами говорили, как Господь изгнал из храма торгующих и очистил дом, дом Божий, потому что он действительно верный сын своего небесного отца. Он сказал, что дом мой, дом молитвен и чест для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И вот здесь же возмущенные первосвященники, которых считали, что их права затронуты, хотя они не исполняли своих обязанностей хранить в чистоте дом Божий, они подходят к нему с требованием объясниться, на каком основании Христос распоряжается в доме Господа. Действительно, представьте, если обычный мионитвен придет, он начнет какие-то свои порядки устанавливать. Возник вопрос, откуда у него эта власть. Но дело в том, что здесь конечно предосвященники лукавили. Почему? Потому что они видели, что чудеса и явные явления силы Божьей выдают в Иисусе посланника Божия, истинного не только пророка, даже того, кто выше из пророка, истинного Мессию, Сына Божия. Но здесь они решили потребовать от него некого доказательства сводо-того. Они были возмущены и они захотели, чтобы Господь каким-то образом неосторожно привил себя, чтобы он высказал или врагом священства себя, или противопоставил себе закону Моисееву, данному Богом, или противопоставил себя храму Божию, чтобы таким образом каким-то подловить Христа. Ну и здесь конечно же было еще и обычное такое вульгарное властолюбие. Как посмели коснуться моих личных каких-то привилегий. Вот я всегда считал себя в Доме Божьим хозяином, а тут взяли меня там так и обидели. Такое часто случается, бывает, что люди считают, что они в храме Господа могут себя хозяевом чувствовать. Они думают, что они могут командовать в Доме Господа. Такое случается не только с священниками, даже может быть не только с священниками. Чаще такое случается, знаете, есть такая коллегия людей, хранители посвечников. Есть такие люди, которые хранители ящиков церковных. Иногда бывают жены священников таких вещей впадают. Тогда впадает такое состояние монахини. Такое действительно состояние, когда человек думает, что он может быть Дом Божьим хозяином, забывая, что никто, даже патриарх, не является хозяином Дома Господа. Хозяин Дома Господа и Беса Господа. И вот вопрос не имеет значения. Действительно первосвященники в некотором смысле обладали правом проверять пророков. Они могли опознать пророк этот человек или лже-пророк. Мы знаем, что им было такое право по закону Моисеева. В Моисеевом законе они должны были отличать истинного права от ложного. Не назначать пророков, что невозможно, естественно, а отличить где истину, где реальность. Но Господь что отвечает? Он отвечает вопросом на вопрос. Почему? Потому что тот вопрос, который он задает, он совершенно непосредственным образом отвечает на вопрос первосвященников. Часто люди, которые невнимательно читают Евангелие, считают, что Христос ушел от ответа. Но разве это так? Нет. Ведь само служение Христа Спасителя это было прямое, абсолютно прямое проявление продолжения служения Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель что сказал? Вот Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. Он сказал, что это тот, кто сильнее меня, который будет крестить Духом Святым и Огнем. Так? То есть он прямо засветил, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, о котором говорили древние пророки. То есть ссылка Христа на Иоанна, она прямо говорит о чем? Она говорит о том, оба том, кто, какое право у Христа. Понимаете? Теперь священники это прекрасно понимали, на самом деле. Они знали, что если они признают Иоанна, то они должны признать и Христа. И вот поэтому Господь отвечает. Прошу и вас слово. Скажите мне, крещение Иоанна с неба было или из людей? Значит, с неба или от людей? Очень просто. Это было ли введение небесного Бога, так? Или это люди придумали, знаете, там, какой-то суеверие, типа того, что там свечку честливого ничего нельзя передавать и подобные вещи. Вот, что это такое? Вот, действительно, если это с неба, ну, это логично вытекает, что раз Иоанн посланник небес, да, если это пророк Божий, если ты ввестник Бога Высочайшего, что это значит? Значит, ему надо ослушаться. А почему крещение упоминается именно? упоминается крещение потому, что крещили, крестились в готове к встрече с будущим Спасителем, понимаете? Он говорил, я крещу вас водою, но идет за мной, и кто сильнее меня, то он будет крестить вас Духом Святым. То есть, крещение Иоанна, оно предначинало будущее крещения Святым Духом, которое мы все с вами получили в Таисто-Крещении, когда мы поговорили крещены Христом через Дубки священников и получили возрождение Святого Духа. И вот мы знаем, что из Евангелия, что фарисеи и старейшины народа они отказались креститься. Они не имея никаких аргументов против подлинности и послания Иоанна про крестителя, они тем не менее захотели что сделать? Они захотели жить по своим похотям. Иоанн говорил, что необходимо раскаяться сердцем, всем сердцем, не просто внешне маскироваться под праведником. Это на самом деле легко. Помните, я говорил слова отца Николая Беряева, что как легко святым стать. Представляете, у нас здесь проползли несколько раз вокруг храма на карачках, начать непонятные вещи говорить, а сразу святым объявят торжественно. Правда, к настоящей следовости отношения никого это иметь не будет, только горды не хрестовство. но притвориться святым легко. Вот фарисей притворяется. А здесь как раз-то получается, что Янгадом говорил, он что предлагал? Он предлагал людям изменить сердце. Он предлагал людям прекратить делать злые дела и раскаяться сердцем, изменить внутреннее мировоззрение, которое ведет греху. Потому что действительно 90% наших преступлений, которые мы совершаем, они происходят вот здесь. В реальности они происходят не потому, что мы такие хорошие, а просто потому, что мы милиции боимся. Понимаете, да? Ну, замечательно, добывая такое состояние, что там сейчас бы искрошил всех мелких порошок, так? Но знаешь, что в тюрьму попадешь, а в тюрьму не хочется. Понимаете? Вот. Но разве от такого замечательно благородного обоснования, тюрьма, станет это явление неправедным, то, что у нас внутри происходит? Нет, конечно же. Вот Иоанн требовал изменения сердца, а фарисеи не хотели. Фарисеи хотели что сделать? Они хотели сделать очень такую замечательную популярную вещь. Мы будем внешне все нормы соблюдать, а внутри нас, пожалуйста, пусть Бог не трогает. И часто-часто такое с нами случается, хоть мы вроде как ни иудаизма не придерживаемся, но часто бывает так, что да? Господи, что нам сделать? Давай мы сто тысяч рублей пожертвуем, а ты нас строгать не будешь. Ладно, сто тысяч рублей тебе мало, хорошо. Я вот буду соблюдать все внешние нормы, я буду поститься, я буду правила вычитывать, как хорошо в таких случаях говорят, я буду вычитывать Евангелие, внешне ничего плохого делать я постараюсь не делать, а внутри тебя не касается, Господи. Ты сюда ко мне не лезь. Именно потому, что Господь через данный отвергал это, Иоанна Крещения и не приняли собственно говоря книжники. Поэтому Иоанн что говорил фарисеям, которые решили заодно и обряд сделать, помните? Некоторые фарисеи все-таки решили принять Крещение, ну так формально, но у них не вышло, потому что Иоанн что сказал? Он сказал, дети гадюк, праздник Хиднин, да кто сказал вам бежать от будущего гнева? Створите плоды достойной покаяния. И вот здесь Господь прямо напоминает им, спрашивает им, вот то крещение от Иоанна Крестителя, которое было, которое вы отказались принимать, так? Оно откуда было? От Бога? Или это Иоанн выдумал так, блажь такая пришла Иоанн Крестителя. И он решил, думаю, дай-ка я займусь такими вещами. А они же рассуждали между собой, говоря, если мы скажем с неба, он скажет, а что же не поверили тогда ему? Да? То есть, если мы признаем, что с неба, мы сами против себя будем свидетелями. А если скажем от людей, но народ весь побьет нас камнями, потому что он убежден ведь, что Иоанн есть пророк. Кстати, обратите внимание, очень интересная логика у элиты иудейского общества тогдашнего. Они не рассуждают, правда ли он был с неба или неправда. Они говорят, а что нам выгоднее сказать, понимаете? Вот, кстати, эта логика, она поразила сейчас очень-очень многих людей. Часто даже рассуждают, с участием миссионерства выгодно это не говорить. Или говорить. Понимаете? Или, например, конечно же, мы признаем, что церковь вселенская, но нам нужно подчеркнуть, что она только русская. Да, вот сейчас такое заблуждение распространенное, так? Хотя церковь она для всех народов, как мы знаем, так? Вот, почему? Потому что сейчас выгодно, сейчас страна в опасности, поэтому не уходим по отчеркнуть русскости. Пускай в ущерб и вселенской пусть, пускай мы разругаемся с другими братствами и церквами, пускай там будут проблемы с нашими же прихожанами, а это не важно, главное там народ, чтобы там, да, поддержать. То есть, идет речь не о истине, а о том, выгодно-то, не выгодно, а как это в существовании современной политконъюнктуры? Вот, действительно, и в обычной жизни происходит, да, тоже не так же. Человек не думает, когда что-то говорит, когда как-то он себя ведет, не думает он, по-боже этому поступает или не по-боже. Что он думает? А как это отзавелся? А как это сыграет, а как обо мне подумает? А вот истина или ложь, а кому это сейчас интересно? Вот, недаром как-то Льюис хорошо сказал, что одно из самых замечательных изобретений сатаны является, знаете, какая? Изобретение называется исторической точкой зрения. Это какое? То есть, мы берем некий текст, там, Евангелие, например, да, или древнего философа, там, да, или древнего мудреца, или святого отца, и начинаем его читать не для того, чтобы каким-то образом оценить его существование, это правда и ложь, так? А если это правда, то я буду так поступать. А как поступают современные люди? Они говорят, вот какая интересная была точка зрения у человека. Вот. Она, видимо, повлияла на другую точку зрения, а на нее повлияла другая точка зрения, понимаете? А вот то, что думать, что действительно может его жизнь изменить, это поистине наивно. И получается, что человек оказывается замкнут сам в себе. Вот, я часто выступаю в интернет-форумах разных, и мне приходилось встречаться с интереснейшей вещью. Мне приходилось встречаться с тем, что люди, которые пишут, они православные христиане, пишут вещи прямо, абсолютно, противоречивающие буквальному пониманию Евангелия, и духовному тоже. При этом они говорят, ну, у меня же есть право на свободное мнение, а что там, Евангелие? Ну, Евангелие когда было, его нужно особо понимать, его нужно перетолковывать, понимать, толковать его нужно современно. Ты понимаете? Это очень распространенная такая точка зрения, которая была у, вы видите, когда еще? У первых священников с книжниками. Вот они точно так же поступали. Поэтому и Господь говорит им. И отвечали они Иисусу, что не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какой власти это те. если вам наплевать на истину, так? Как вам можно говорить о источнике моей власти? Вы же власть-то мы в любой ситуации не признаем их, понимаете? Вот, кстати, и на пример. Если человек не ищет истину, если ему наплевать на истину, если ему важны там политехнологии, что угодно, либерализм, демократия, патриотизм, что угодно, но не истина, понимаете? Если он не готов проверять там, то же самое, демократию, патриотизм, либерализм, истинный, как все существующее, так? Такую ситуацию, с ним просто не надо разговаривать о важных вещах. То самое, о чем Господь говорил в Евангелии, он и сам проверяет. Помните, что он говорил? Он говорил, не бросайте святыню в сам, так? Чтобы они не обернулись, не в цезаре с ногами. И сейчас, к сожалению, еще и очень много людей есть, которым действительно ничего не надо говорить о святом Евангелии. Почему? Потому что они эту власть Бога отвергают просто. Отвергают, причем отвергают не жестко так, а не хочу, как станист. Понимаете, я его ненавижу? Нет, она говорит, мы все понимаем. У вас своя точка зрения, у нас своя. Мы уважаем вашу точку зрения, вы уважаете нашу. Ведь абсолютно истины никто же не знает. Когда сейчас люди говорят, но оттуда никто не возвращался, так что, о чем говорить? Когда приходится напоминать, что оттуда возвращались, и в первую очередь вернулся вот кто. Христос воскресший. Вот. И поэтому мы знаем абсолютно истины. А вот тогда люди начинают убежаться. Вот Господь прямо обсекает разговор такой. Он не пытается доказать людям, которые не желают знать ничего об истине, ничего не пытается доказать. Потому что это абсолютно бесполезно. Настоящая абсолютно истина достигается только теми людьми, которые ее ищут. Кто не ищет ее, тот и не найдет. Но это понятно. Оказывается. Не надо говорить о том, что разъединяет, а только о том, что объединяет. Ничего не надо говорить такому человеку. Просто ничего сказать. Нет, просто есть такое точка зрения. Нет, говорить нужно истину. Если человек не готов истинно слушать, не хочет истинно, то на тему Бога вообще не нужно говорить. Можно сказать, что Бог есть судья, и Он воздаст по делам, а дальше что узнаешь.